Художник, менеджер отдела кадров, журналист и специалист в области информатики. Вот и весь штат студии керамики ручной работы. Всю эту красоту создает 4 человека. Совместно творить они начали в мае, теперь ездят на ярмарке, где и продают свои изделия. Вопрос прибыли, это наболевшее. На самом деле здесь больше какое-то внутреннее чувство удовлетворенности, довольства тем, что ты делаешь что-то очень полезное и кому-то очень нужно, не только тебе одному. И вот этот вау-эффект, он тоже подогревает. Ну, а думаю, финансовый вопрос, мы с ним справимся в дальнейшем. В студии делают значки, кружки, тарелки, пиалы всевозможной глубины и размеров. Марина по образованию художник, ей всегда было близко прикладное творчество, а вот у Анастасии диплом журналиста. Но в студии она главная по гончарному кругу. На самом деле мы все тут мастера широкого профиля, потому что как бы и приходится делать разное, и хочется пробовать все техники. Но сейчас в основном я работаю именно за гончарным кругом, выкручиваю разные кружечки, горшочки, там, мисочки. Особенно меня затягивают какие-то мелочи, то есть я в основном по брошкам. Это девочки у нас более масштабно. Вот. А я, мне вот дико нравятся все эти мелочи, когда ты практически не видишь даже то, что ты делаешь, но затем, когда ты из печи достаешь, это прям целое волшебство. Девушки рассказывают, что красивые кружки и значки – это результат проб и ошибок. Глина – материал непредсказуемый, но больше сюрпризов преподносит глазурь. Цвета запомнить несложно. Например, крокодил, майская зелень и ель – это все оттенки зеленого. Гораздо сложнее предугадать, как глазурь себя поведет в печи. Изначально цвет, он совершенно непонятный, какой-то фиолетовый, а затем получается такой вот очень красивый, зеленый, насыщенный. Для большинства мастериц керамика – это работа. Они каждый день что-то лепят, красят и обжигают. Но для Александры это отдушина. А я и сейчас работаю. Я работаю в сервисном центре, мы занимаемся техобслуживанием в медицинской технике. А по образованию я магистр информатики и математики. Знаю, что такое перегорание. И боюсь, что если я буду заниматься исключительно керамикой, настанет тот момент, когда просто я перегорю. Клиентов у студии керамики не особенно много. Изделия только заходят на рынок. Но фанаты авторский стиль уже узнают. В планах у мастериц открыть небольшой магазинчик. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.